Борьба с незаконными строительствами в Кишиневе продолжается. Жильцы дома по адресу Зелинского 12-4 против того, чтобы на первом этаже образовалась пристройка. Застройщик, он же хозяин одной из квартир, решил расширить свою жилую площадь. Однако, по словам юриста фонда Сауция, а также представителей общественных организаций, данное строительство проводится с различными нарушениями. Авторизация выдана нелегально, так как в пакете документов, приложенном к получению данной организации, не было основного документа разрешения жильцов на строительство. Во-вторых, данное строительство было приостановлено на довольно-таки большое время, и та авторизация была действительно только до 2012 года. Через целый год они подали заявление о продлении, то, что они не имели никаким образом права воспользоваться данными положениями законодательства. Юрист также отметил, что застройщик не смог подтвердить юридический статус земли, купил ли он ее, либо земля в аренде. А это позволяет говорить о том, что произошел самовольный захват земли. Сегодня жильцы дома, а также представители некоторых общественных организаций решили бороться с произволом. Они самостоятельно демонтировали незаконно установленный забор, ограждающий стройку. Я против строительства данной пристройки, потому что, во-первых, угрожает устойчивости дома, во-вторых, мне не будет поступать тепло. Будет нарушено поступление воды, газа, тепла. У нас это не устраивает. На место прибыл участковый, который, выслушав обе стороны, пообещал передать информацию в строительную инспекцию для проверки. Есть для этого суд, есть инспекция строительства, пригласите их сюда. Здесь была инспекция строительства три раза. Выдают данную авторизацию, есть инспекция строительства. Это мы знаем, мы были там уже пять раз. В притуре тоже были. Мы, приостановите незаконную стройку. Напомним, что на прошлой неделе та же группа людей посетила притуру и попросила претера разобраться в данном вопросе. Однако, несмотря на заверение претера о том, что он встретится со всеми заинтересованными лицами, претер выслушал лишь застройщика. Жители дома все еще надеются на скорейшее решение данного вопроса.